Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Мы в Питере с супругой не впервые. И видели мы все не один раз. И Петергоф, мосты всеразводные, Аврору и, конечно, Эрмитаж. Но Шлиссельбургскую мы крепость не видали. Крепость Орешек так еще зовут. А пока будем ехать в эти дали, я пару вам историй расскажу. Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки. Наконец-то мы в Питере, погода прекрасная, утро. Позавтракали в ресторане Лахта-Плаза. И сейчас решили поехать посмотреть крепость Орешек. Потому что в Питере мы не первый раз. Петергоф уже посмотрели, во всех музеях побывали. А вот крепость Орешек еще не видели. А наши друзья недавно были. И сказали, что там очень интересно. И что сам директор этого музея под открытым небом рассказывает про эту крепость и про ее историю. Поэтому сейчас поедем. Но прежде чем поедем, расскажу немножко про ресторан. Одну деталь. Вчера мы там поужинали. Прекрасный был ужин. Великолепно, очень вкусно, очень вежливо. И они даже ресторан не закрывали, пока мы не разошлись. А мы с гостями долго сидели. А сегодня утром завтракали. И у моей супруги выпала из сумки перетянутая резиночка небольшая пачечка денег. Так вот вы будете смеяться. Мы пришли в номер. И где-то минут через 10-15 они перезвонят и говорят, у вас выпали деньги. Просим вернуться, мы вам передадим. То есть люди у нас становятся нормальными, цивилизуются. Подобный случай у нас произошел в Швейцарии. Мы были в гостях у наших друзей. Они там живут давно. И на горнолыжный курорт приехали покататься на лыжах, на санках. Покатались, устали. И они нам говорят, здесь есть прекрасный швейцарский ресторан. Там любят даже бывать, британские принцы проезжают специально отдыхать, кататься и в этом ресторане обедать. Почему? Потому что там настоящая аутентичная швейцарская кухня. Которая жирная картошка, жареная, с мясом, с капустой, квашеной, с тушеной. Такая традиционная австрийско-немецко-швейцарская. И мы туда поехали. Туда идет канатная дорога. Длинная, час на канатной дороге шли. Замерзли. Красота, конечно, не описываю. Едешь внизу, эти леса, горы, просто солнце яркое. Приехали в этот ресторан. Все, заказали это блюдо швейцарское знаменитое. Заказали шнапса. Сидим, отдыхаем. Рассказывают друг другу разные истории, анекдоты. И вдруг подходит какая-то женщина в горнолыжном костюме. Ну, тоже отдыхающая. И моей жене дают 500 евро. Но моя жена не понимает, что происходит, отказывается. Да опять ей дают эти 500 евро. Жена опять отказывает. Она опять дает, что-то говорит. Ну, слава богу, наши друзья хорошо знали местный язык. И подруга говорит, Лена говорит, ты потеряла 500 евро. Забери их. Вот мы поблагодарили. То есть, наши люди оцивилизовались. И благородно позвонили нам и отдали эти деньги сегодня с утра. Это очень хорошо, что мы становимся нормальными людьми. А не пытаемся все украсть и хабануть все, что плохо лежит. Ну, все, поехали в крепость Орешек. Пока едем по Питеру, расскажу о своих мыслях, которые меня посещают. Вот я еду по навигатору, потому что я так хорошо Питер не знаю, как Москву. Вернее, я его вообще не знаю. Можно сказать так. Поэтому еду по навигатору. А он мне подсказывает, где повернуть, где развернуться, через сколько метров съезд. И я, честно говоря, не знаю, поэтому сижу и рассуждаю, как они это сделали. Неужели они научились воспроизводить человеческий голос? Но такого же быть не может, потому что люди столько лет пытались воссоздать какой-то инструмент, чтобы он подражал человеческому голосу, и не получалось. Первая попытка была это создание виолончели. Да, там близкий по тембру к человеческому голосу тембр инструмента, но это все равно не человеческий голос. Вторая попытка была это создание саксофона. Это тоже была попытка воспроизвести человеческий голос, заговорить инструментом, человеческим голосом. Тоже хороший, прекрасный инструмент, но это не человеческий голос. А здесь человеческим голосом. Потом пытались синтезаторно, но слышно все равно, что это механическое воспроизведение голоса. А здесь человеческим голосом говорит в навигаторе. Поэтому я делаю вывод, так как у меня информации нет, что такой инструмент создали, то значит они посадили человека, который записал полностью всю топографию города, страны, еще что-либо. Да, это длительный процесс, но по-другому я не представляю. И плюс эти стандартные ситуации. Поверните направо, поверните налево, через 300 метров съезд, через 600 метров налево. Думаю так, может быть я заблуждаюсь, поэтому если кто-то мне поправит меня, я буду благодарен. Человеческий голос это уникальный инструмент, он не подражает. И только поэтому любая группа, лицо группы это вокал. Хорошо, когда это не просто вокал, а когда это еще и харизма, лидера группы, когда совпадает вокалист и лидер группы, тогда это приводит к появлению супергруппы. Еще раз заостряю внимание, что главное в рок-музыке и вообще в любой вокально-инструментальной музыке это вокал, это неподражаемые вещи. И вот это моя теория, что именно вокал и именно ритмика вокала отделяет один вокально-инструментальный стиль от другого. Техника тоже подразделяет, но ритмика важнее. Техника я имею в виду какая? Там харш, скрим, гроулинг, если рок брать. Открытый вокал, закрытый вокал, колоратурное пение, оперное. Это тоже подразделяет стилистику музыкальную, жанровость. Но главное это вокальная ритмика в определении характеристик любого стиля. Это мое мнение. Может быть я и прав, но это мое мнение. Насколько же улучшилась и упростилась наша жизнь? Благодаря развитию техники и технологий. Но это в какой сфере не возьми. Но особенно цифровые технологии. Тот, кто когда-нибудь печатал диссертации и знает, что такое ошибиться, хоть на одну букву опять все вынимаешь, перепечатываешь, то тот знает, понимает, насколько сейчас удобно работать на компьютере. А вот теперь вспоминаю вчерашний ужин с друзьями и вспоминаю слова Антуана де Сент-Экзюпери, который говорил, что единственная настоящая роскошь это роскошь человеческого общения. Вот это действительно так. Ну до этого надо дожить до России, чтобы это понять. С возрастом это многие понимают, что это действительно роскошь. Пообщаться с друзьями, застолья, это потрясающе. Это вкусно. Не в смысле гастрономическом, это вкусно интеллектуально. И сейчас, когда начались коронавирусные вот эти все карантины, даже дети поняли, что общение это ценность большая. Ну что такое, у нас младшая дочка учится в седьмом классе, ну вот закончила седьмой класс. И ее одноклассники уже учителям пишут, Анна Ивановна, мы так соскучились по общению с вами, мы не дождемся, когда же уже кончится этот коронавирус, чтобы пообщаться с друзьями, с преподавателями. Это дети пишут, которые всегда любили прогулять школу и уйти на каникулы. То есть вот она ценность человеческого общения. Поэтому будем надеяться, что у нас останется все-таки настоящее, очное, оффлайн образование. А не станет это уделом избранных и самых богатых. Потому что общение в институтах, в школах, в институтах особенно, общение со сверстниками, общение с преподавательским составом, с профессорским, это очень сильно поднимает интеллектуальный уровень человека. И дает ему широту взгляда на мир. Вот такие мысли посещают меня, пока еду в крепость Орешек. Сейчас еще что-нибудь подумаю над чем-нибудь, расскажу вам. Жаль, что коронавирус перекрыл нам возможность посещать концерты. Я пропустил только за вот это время концерты Iron Maiden. Airborne. Я пропустил концерт Джобана Масса. Я пропустил концерт Эрика Клэптона, которые должны были состояться. А сейчас в Питере находимся. Это родина, одна из родин нашего русского рока. Конечно же, хотелось бы сходить на концерты питерских музыкантов. Мне, допустим, очень бы хотелось сходить на шорт Парис. Ну, потрясающе молодые ребята. Класс просто. Очень интересно было бы сходить на молодежь. Молодежь, шоколадный торт, шары наши знакомые уже. Наши знакомые манекены, заочно знакомые. Тем не менее, мне бы хотелось посмотреть, как работают люди вживую на сцене. Это очень интересно. Но, к сожалению, пока нет возможности. В Москве уже, допустим, уже начали делать вот эти вот автоконцерты. Когда на площадку, на машине ты имеешь право приехать. Вот недавно машина времени такой концерт давала. К сожалению, я не смог. У меня дочка сдавала экзамены, и я не смог посетить. Я бы с удовольствием посетил машину времени. Посмотрел, как вообще они работают на такой площадке. Это бы должен как было. Но пропустил. Сейчас внимательно слежу. Какой-нибудь будет приличный концерт, автоконцерт. Пойду обязательно. И вам расскажу потом, как это все проходит. Может быть, это и в Питере есть. Но я такой информацией не обладаю сейчас. Вот так вот коронавирус-то. Вредит развитию русского рока. Но нас не сломить. Мы будем лучшими на планете. Russian Rock Forever. Ну, пока едем в крепость Орешек. Еще какая у меня мысль посетила. С утра сегодня читал комментарии на свои песни, там, блоги. Я обычно это делаю с утра, либо вечером. Днем занят делами. И вечером придумываю, конечно же, всякие ответы. Уваживаю своих подписчиков и посетителей. Я надеюсь, что они вам нравятся, мои ответы. Пытаюсь придумывать их оригинальными и ироничными, с юмором. И сегодня опять читаю. Это не рок, это шансон. А кто-то пишет, это не рок, это попса. А кто-то пишет, это не рок, это рэп. Ты речи такие читаешь, ты просто разговариваешь. А мысль какая у меня. Вот обычному обывателю, вот если ему нравится рок, он говорит, вот это рок, потому что это ему нравится. А если не нравится, то он называет то, что ему не нравится. Это попса, или там рэп, или шансон. Ребята, я хочу вам рассказать одну интересную вещь. Обывателям также кажется, допустим, что арбуз, это овощ. Но по биологическим признакам, видовым, это оказывается ягода. Точно так же, как и клубника. Обывателю кажется, что это ягода, а это орех оказывается. По видовым биологическим признакам. Так и здесь, в музыке. Неважно, нравится тебе это или не нравится. Существуют критерии стиля. Того же попсы, того же рэпа, того же рока, того же джаза и рок-н-ролла. Или блюза, жанровых вещей. Критерии. Если произведение соответствует этим критериям, то это именно этот стиль. Не соответствует тогда, нет, извините. А не нравится мне, значит рок. А не нравится, значит рок. Извините, ребята. Волощук СД делает классический, аутентичный рок. В котором все критерии выдержаны. Это гитарная музыка. Музыка с жестким барабанным ритмом. Это четыре четверти, как правило, ритм. Это правильно выстроенная вокальная ритмика. Не техника. Техника может быть разной, я уже говорил. Гроулинг, харш, пиквойс, какое угодно. Ритмика. Вот что объединяет всех рок-музыкантов. Вокальная ритмика правильная. А не то, что нравится вам или не нравится. Повторюсь. Рок можно петь акапельно, без инструментов. Только отсчитывая ритм. Бывают дни, когда опустишь руки. Это рок. Под одно пианино у Макаревича. А оба ладонна. Это не рок. Там Юрахип какой-нибудь забывает. Это не рок. Это эстрада обычная, под тяжелый звук гитар. Так вот и хэви метал попса шансон. Это эстрада попса, галимая. Под тяжелый звук гитар, в основной своей массе. Ребята, научитесь петь правильно. Повторюсь, рок можно петь без инструментов. Вот такие вот мысли посещают меня по пути в крепость Орешек. Всем рокерам привет и особенно хэви метал попса шансонщикам, которые пишут мне, что у меня не рок. Ну вот и все. Мы к переправе подъезжаем. Здесь на паром и в крепость Шлиссельбург. Историю узнаем от хозяев. На Ладогу посмотрим с амбразур. Перчатки вам дали? Дали. Наденете. Есть. Ну что радует, что наши люди интересуются своей историей. Очереди в музее в Санкт-Петербург. Постоянно. Даже вот сейчас вроде бы карантинное время. Капитан к пристани, то что стоит на сваях, ведет эту прекрасную боржу. Поэтому, друзья, пока прощаюсь. После экскурсии про крепость расскажу. Ну что еще сказать про первые впечатления. Вот приехали. И полчаса отстояли за билетом на вход в крепость. Вот скажите мне, почему нельзя было продать эти билеты там на берегу? Ведь сюда люди едут в крепость на экскурсию. А не для того, чтобы прийти и поставить на пристани и вернуться назад. Нет. Надо было отстоять. Ну и еще одна мысль у меня. Пока я ставил в очереди полчаса. Кадры решают все. Вот стоит там мальчик. И вот так вот клацает туда. С таким человеком, разве можно заработать денег? Представляете, вот такого работника возьми на работу. Он отпускал одного человека по несколько минут. Никуда не годится. Ну это такое начало. Там, наверное, будет интереснее. Вот взяли гид по крепости. Вот так вот сюда вскакаешь, и он начинает говорить. В средние века эту башню называли Поповской. При шведах – Пастерской. Вот такой вот гидик. Интересный? Сюда давайте посмотрим. Надзирательный корпус и четвертый тюремный корпус были построены одновременно в начале 20 века. Вот тут техника у них молодцы. Сделали хорошо. Идем смотреть и слушать гид. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры, Расскажет рокер Валащу. Расскажет рокер Валащу.